Все? Теперь ждем. Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Всем немедленно покинуть здание. Пользуйтесь основными и запасными выходами. Тревога учебная. Проверка перед открытием сезона. Сотрудники прокуратуры совместно с Росгвардией и Роспотребнадзором осматривают корпуса летнего оздоровительного лагеря ЛАСПИ. Меньше, чем через неделю в этих комнатах поселятся дети. Однако сказать, что все готово к их приему, пока нельзя. Успеем, уверены сотрудники учреждения. Это при том, что большее количество персонала прибудет на рабочие места за пару дней до открытия смены. А как они успеют все убрать? Во-первых, здесь же генеральная уборка. Это вот перед самым открытием. Конечно, будет завтра, послезавтра. В ЛАСПИ служили с того, чтобы очистить вокруг территории. И уже будет перецидная, нормальная уборка будет. Пищеблок – эпицентр громкого скандала. В прошлом году, спустя три дня после торжественного открытия первой смены лагеря с участием губернатора Дмитрия Овсяникова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в лагере массово заболели дети. Причиной, по информации Роспотребнадзора, стал золотистый стафилококк. Проверка прокуратуры выявила нарушение целого ряда требований санитарного законодательства. Тогда ЛАСПИ закрыли почти на месяц. В отношении директора возбудили уголовное дело. Бывший директор учреждения Оксана Тараненко предстала перед судом единолично. Отметим, её назначили директором ЛАСПИ менее чем за месяц до открытия оздоровительного центра, в котором до этого за короткий срок сменилось несколько руководителей. В этом году первую летнюю смену торжественно откроет очередной новый начальник. Павел Волков, бывший генеральный директор туристического комплекса «Крым». В должности руководителя ЛАСПИ три дня. Он намерен восстановить репутацию лагеря. Безусловно, был потерян контроль, ответственность тех людей, которые здесь занимались организацией отдыха. Вот на начало сезона, в прошлом году, у нас два повара всего было. Сегодня восемь, понимаете. То есть это очень важно, кто повар, кто помповар, сколько человек обслуживает. И раз не хватает поваров, могли привлекать людей, которые на второстепенных работах, понимаете. Могли просто зайти люди туда случайно. Случайных людей рядом с детьми быть не должно, считает Павел Волков. Начальник ЛАСПИ говорит, на сегодняшний день штат укомплектован полностью. В основном на лето приезжают работать люди из других регионов России. Начальник ЛАСПИ заверяет, санитарные книжки проверяют несколько раз. Вожатых тоже обещают грамотных. Но сейчас главное – успеть подготовить помещение к приёму детей. Пока внешний вид пищеблока не вызывает аппетит, а даже наоборот. Резкий запах краски, хлорки и другой химии заставят прослезиться даже самого непредвзятого проверяющего. Павел Волков рассказал, что осталось терпеть недолго. Это последняя смена устаревшего имущественного комплекса ЛАСПИ. Уже в сентябре всё, кроме новых корпусов, пойдёт под снос. Этим домикам более полувека. Их внешний вид говорит сам за себя. За федеральные деньги здесь намерены построить современный круглогодичный лагерь. Начиная от школы, плавательного бассейна зимнего. Хорошая столовая на тысячу посадочных мест. Естественно, со всеми требованиями сегодняшними. Очень много выделяется спортивным комплексам, дорожкам, пешеходным, промаркированным. Очень интересный проект, увлекательный. Сегодня он находится на утверждении, на разработке его в Москве. Грандиозные планы на будущее обнадёживают, но не освобождают от ответственности. Как и в прежние годы, абсолютное большинство проверок заканчивалось внушительным списком предписаний. Сегодняшний визит ведомств не стал исключением. Нарушения практически устранили только по линии безопасности. В ЛАСПе появилось ограждение и видеонаблюдение по всему периметру. Полностью отслеживать территорию, исключены слепые зоны. Видеонаблюдение сейчас на данный момент более 80 камер составляет. Заключены договора с тревожной сигнализацией. Частное охранное предприятие «Альфа-Крым». Данной проверкой сегодня установлено нарушение антитеррористической защищённости. Кроме того, нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. Также выявлены нарушения, ненадлежащее охранение медикаментов. Можно ли открывать ворота лагеря ЛАСПе для детей? Межведомственная комиссия определит 30 мая. Если эксперты дадут положительное заключение, старт первой смене дадут в конце недели. А это Горный. Лагерь заметно преобразился. С колодром новые спортивные площадки заметно улучшили инфраструктуру. Однако и здесь не всё гладко. Подрядчик не построил к лету обещанные правительством Севастополя пять корпусов. Фирма получила штраф и, чтобы как-то реабилитироваться, привлекла в помощь субподрядчика. Но поздно. Теперь Горный не сможет принять половину от возможного количества детей. Госзадание, которое у нас есть, это дети, которые талантливые, как на одетные семьи, все попадут. Потому что в ЛАСПе 500 человек детей, в Горном 110. В настоящее время о готовности лагеря Горного говорить не приходится, потому как, как мы видим с вами, вовсю ведутся работы по подготовке лагеря, пищеблок приводится в порядок. Также проводятся уборки в спальных корпусах, где будут располагаться дети. Ну, если говорить об состоянии антитеррористической защищённости, то в Горном мы не выявили нарушений в сфере антитеррористической защищённости. В детский оздоровительный лагерь Горный межведомственная комиссия приедет с проверкой 3 июня. Если эксперты дадут положительное заключение, дети заселятся в корпуса уже 5 июня. Марина Иванова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.